Видите, что произошло? Марсик, иди сюда. Это они радуются. Я сейчас погладил Марсика, и как он запрыгал, вы не представляете, что сейчас произошло. Я говорю, Марсик, неужели ты по мне скучал? Погладил его. И вон тут, просто честное слово, не то что слезы наворачиваются, слезы умиления. Я думаю, вот это бедное существо ждало меня, отказывалось от еды. Понятно, что мы приехали, давай чемоданы распаковывать, там в сад ходить, ревизию делать. Ну, занятый, на работу побежал. И вот сейчас на второй день подошел к Марсику. Марсенчик, ну пойдем, сейчас я прерву видео, где Жорикой с Миркой в дом отправлю, а мы с Марсиком побеседуем. Марсенчик, ну иди, иди, мой хорошенький. Марсик, ну скажи, вот ты правда что скучал, да? И что, я отказался от еды? А, Марсик, что это? Ну и мы по тебе скучали. Тоже скучали. А ты, ну иди, рассказывай. Давай. А Саша говорит, что ты, когда услышал, что я по телефону там с ним разговаривал, ты тут устроил такую беготню. Ну что тебе, попить хочешь? Ой, попить. Ну на, на, пей. Пей. Вот, так неудобно с ведеркой. Кто-то набегался. Все, еще, еще будешь? Марсюша. Ну иди, иди сюда, ну расскажи. Ну как ты, как ты здесь всех ящерец переловил, а, Марсюнчик? Ну что? Ну, ну ты же сейчас, ты же сейчас только радовался, ты бегал, прыгал. Я тебя первый раз таким вижу, Марсюшка. А как взял камеру, думаю, ну поделюсь с человечеством, как Марсик, скучал. А Марсюнчик почувствовал, наверное, скажет, нет, хозяин, чувства на показ я искренне свои не даю. Он сейчас, знаете, что вытворял, сейчас я его погладил, а он как начал бегать, прыгать, крутиться за своим хвостом, чуть свой хвост не откусил. Ну, а сейчас что, прошла эйфория, да? Да нет, скучали, и Марсик скучал. И прям не дрался, не дрался, ни разу, ни разу, ни с кем, ни с кем. А, Марсюшка? Ну, а я же там тебя, знаешь что, загадывал там коза есть, такая бронзовая, садился на нее и говорил, чтоб Марсик не дрался ни с кем. Марсюнчик, ну иди, 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 сколько ж, 9 дней нас не было, 9 дней Марсик тут страдал, вчера только начал есть. Ну что, поиграем, Марсюнчик, поиграем, поиграем, давай, давай, Марсюха, Марсюха, ну. Ну, бегом, давай, пошли. О, Лирик, ты тоже с нами. Ну что, играем? Давай, давай, играем. Он тут так проявлял, вот сейчас немножко разошел, он тут такую радость проявлял. Все, сейчас у него все, и Лирик, друзья, и к Лирику подбежал, Лирик очмокнул в ушко. Вся команда, прям вся в восторге. Хозяин вернулся, хозяйка вернулась. Эй, команда, выходи! Команда, где вы? Быстрее! Все, все в сборе, все, вот они мы, вот они мы все. Вот, все, 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 видите, вон я глазу, и Марсика, и Жорика, и никаких драк нету, никто никого не задирает, потому что я там, знаете что, я там становился в подкову и загадал желание. Смотрите, сколько радости. Я там сказал, пусть будет так, что Марсик не будет драться ни с Миркой, ой, ни с Миркой, ни с Жориком, ни с Лириком, ни с кем. И вы знаете, земля не сбывалась, да, Лирочек? А теперь мы тебя гладим смело, но, правда, поглядываем туда. И Жорика мы гладим, ну, пока Марсик далеко. Вот он далеко, я гладу Жорика. Да Жорика мы в доме тискиваем. Марсюха, ну что же произошло, расскажи, как ты тут? Ну, друзья, теперь, значит, получается, что наша поездка оказалась позитивной, положительной. И он понял, что надо жить в дружбе, да, Марсюха? Ну, с Миркой это не так. Это Мирка, на него голос иногда подает. А Марсик, чтобы не ударить в глязь, ну, как бы, хозяин, как показать. Жорик, он приезжий, что? Жорик, ну, ты когда расскажешь про свадьбу? Я же там материал собрал, Маша прислала нам. Ты там, оказывается, у невесты там был шафером-мафером, или как там у них там на свадьбе это называется? Снимался, снимался там, платье, платье в зубах держал, да, жарко. А что это такое? Что такое? Лирик, что за такое? Лирка оставили в стороне, а он там что-то метнулся куда-то. Я пока еще, знаете, что, всего такой второй день, как мы приехали, я еще сам, и, во-первых, соскучился по ним. И, знаете, столько нового. И для меня неожиданно то, что собаке оказывается от еды, когда хозяин надолго уезжает. Я этого не знал, честно. Я Марсика еще больше зауважал. Он ничего не ел. Я приехал, своими глазами увидел, полная чашка стояла еды, нетронутая. Вы слышите? А что это такое? Лирок, ты что, галкнул, и они все побежали? В общем, за 9 дней произошло столько всего для меня новой открытии. И собачки в новом цвете для меня открылись. Ихняя преданность, ихняя верность, как они скучают, как они ждут. Раньше я этого не замечал. Знаете, вот как говорится, лицом к лицу лица не увидать, и все познается на расстоянии. Близко познается на расстоянии. И еще, знаете, как говорят, удаляясь, приблизить. Такое выражение. Мирка-то, Мирка, вы смотрите, самое главное, смешно, когда она... Вот. Мирка, а у тебя там случайно не круговорот? Ну, вы поняли, земляник, что она пьет? Помнишь, как-то лошадь у Менхаузена отрубленная, пила воду, а она у нее вытекала со второй половины в речку. И она никак не могла речку выпить. Мирка, а ты вот пьешь. У тебя там не круговорот случайно? Ну, что сделаешь? Ну, они-то чистые. Они бегают по чистому полу. У нас нет ни грязи, ничего. У нас травка и бетон чистенький. Дождик его моет. Конечно. Вот, понимаете, когда выводят иногда собачек. Вот Ася выводит собачку, потом Варя выходит, и вот такие все окурко-песчаные смеси помешаны. На полторашках, на окурках. Ну, я не то, что там Сергей Никишин виноват, или Ольга Речкалова. Нет, просто они живут в таком месте. Ну, нет у них таких возможностей. В доме-то у них чисто, хорошо. А на улице, конечно, вот такой чистоты нет. Там понятно, что это общественно. Все это наплевано, нахаркано, набросано разных бумажек, окурков, всякого-всякого этих. И какашки там. У нас тоже бывают какашки. Не без этого. Ну, мы их убираем. И вот поэтому здесь, конечно, можно прыгнуть в тазик и водички попить. И ничего. Радуются. Они радуются. Марсик он по-своему. Я вот, знаете, земляне, признаюсь, сейчас честно скажу, что 70% жизни не в видео, не в камере, не вот в этой камере. Вот я сейчас, видите, вот сюда в объектив. Вот где он-то? Вот он. Вот не здесь. А когда я выключаю камеру, вот тогда настоящая жизнь. И собаки это чувствуют. Вот сейчас, я когда с Марсиком беседовал, обнял его, как он искренне радовался. Я побежал в дом, схватил камеру в дом. Ну, сейчас поделюсь с землянами. И все. И Марсик растворился. Не стало той радости, не стало вот той эйфории, которую он мне показывал. Потому что, когда мы были один на один, и Марсик был искренним, а когда я взял камеру, видимо, что-то в нем щелкнуло. И он просто стал актером, и все. И вот, земляне, вы никогда не увидите Марсика таким, какой он есть на самом деле. Никогда. Никто. Если только за одним исключением можно узнать его, это приехал, и пообщавшись с ним, вы узнаете, какой на самом деле Марсик. А он совсем другой. Он не такой. Даже я иногда удивляюсь, думаю, я вам сколько раз говорил, что стоит мне только нажать на спуск, камера включилась, пошел звук, и все. И это стали актеры. Они уже не те собачки, которые в жизни. И вот я скажу, что я если передаю 30%, максимум, а 70% скрыто за кадром. Я так и ролик назову. Французский бульдог Марсик за кадром. Вы можете себе только вообразить, это совсем другая собачка. Абсолютно. вот я его сейчас снимаю, а это мода, видите, крутится у меня, вот, под ногами. А как я могу передать камерой? Ну, как я могу передать камеру, что она мне кусает и лижет живот мне? А сейчас, а сейчас, а сейчас она мне, сейчас она мне лицо лижет. Ну, как я могу это передать? Да никак. И под мышку мне залезло. Мирка, ну, мне же щекотно. Ну, как? земляне. Вы только можете себе представить. Все, посиди. Посиди немножко. Посиди. Вот он. Все, сиди. Ну, что, Марсюшкин, выдал я твой секрет, что ты, оказывается, не такой. За кадром ты совсем другая собачка. Все, а ты лежи, лежи, колбаса. Колбаса, батон. Батончик. Батон. Тебя батон не назовешь. Батон это мужское слово. Колбаса женского. Ты сосиска. Шпикачек. Шпикачек это тоже опять непонятно. Дай мне с Марсиком поговорить. Все, Марсик не выдержал и ушел. Ну, что, земляне? Вот. Так же и Жорик. Он же тоже другой. Он тоже другой. Он как ласица, к Виктории, когда нет ни камеры, ничего. Это другие собачки. И Марсик другой. А я сегодня его увидел. первый раз в жизни таким, каким, никогда не видел. И меня это очень растрогало. Я даже вот просто еще раз говорю, что наша жизнь совсем другая. Никогда не принимайте ничего за очевидность. Никогда. вам это только кажется. женщину. А вы не представляете, как она задорно смеется, как она шутит. Если бы она была такой бы, как вы ее видите, я бы, конечно, с ней бы не смог жить. А мы прожили уже почти 9 лет. И еще раз говорю, что не путайте, не принимайте. Все совсем по-другому. Вы можете увидеть это только своими глазами. что он там? когда на пленку снимали. Иногда, знаете, такое видишь, пока дотянется рука до камеры. А уже момент прошел, упущенный. И я снимаю только то, что мне позволяет вселенная. То есть, вот я взял камеру, что происходит, то и происходит. А что произошло перед этим за полчаса, я не могу этого вам передать. Потому что я иногда хочу повторить что-то, а оно уже не повторяется. Вот и сегодня я тоже гладил Марсика. А он вот такой милый мне показался. Такой просто. Я его никогда таким не видел. И моя ошибка была в том, что я побежал за камерой, взял ее, и Марсик куда-то исчез. И вы знаете, он стал совсем другим Марсиком. А ведь он меня может и без колбасы и слушать. Не всегда у меня в руках колбаса. Видите, ничего нет. Конечно, когда надо что-то такое снять, по-быстрому, как говорится, то я применяю колбасу. Да не только колбасу, я даже просто кусочек хлеба возьму, и он видит в моих руках что-то. Он тогда такой спокойный, знаете, такой внимательный делается. Мирка, она всегда внимательная. А Марсик, вот его очень трудно купить. Даже за колбасу его не купишь. Да, он, конечно, будет смотреть на тебя, но это не тот Марсик будет смотреть. Вот того Марсика я видел 15 минут назад, который прижался ко мне и от радости стал так прыгать, что... А я глупенький взял и побежал за камерой. А этого не надо было делать. Надо было просто эти минуты прожить с Марсиком. И все. И земляне, вы можете мне только поверить, что Марсюшка самый лучший пес в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!